чтобы нам быть вот такими ровными красавчик берем ролл берем руку не болит можно идти ладить всем привет меня зовут сыганова аня я заслуженный мастер спорта по скалазами чемпионка мира и европы там много еще много чего я выиграла много чего проиграла и вообще пережила очень много соревнований тренировок травм но все эти ошибки помогли мне вырасти и научиться чему-то но всю свою жизнь я путешествовала общалась со скалазами из разных стран я постоянно училась от них я смотрела что они делают спрашивала а что это зачем и вот как-то не всегда было интересно узнавать что-то новое уже вроде бы привычном моем любимом виде спорта и сейчас я чувствую что пришло время всем этим делиться и тема сегодняшнего выпуска это миофасциальный релиз верхней конечности и спины скалаза не вид спорта который очень сильно связан с напряжением и я зачастую встречаю людей которые двигаются прям вот так вот тяжело закрепощенно а самое красивое лазание и движение если мы посмотрим великих мастеров оно происходит как-то легко то есть у них видно что они все очень гибкие подвижные и смотреть на это просто красиво чтобы добиться именно вот этой легкости в движении нужно конечно очень много работать поэтому каждый день я выполняю упражнения на мобильность какую-то растяжку и миофасциальный релиз эти упражнения я использую каждый день в своих тренировках они подходят как скалазом так и обычным людям ведущим активный образ жизни они помогут вам чувствовать себя хорошо и прогрессировать итак начнем оборудование которое нам будет нужно это большой ролл двойные шары маленькие двойные шары просто обычные маленькие жесткие шарики резинка вот этот мелкий ролл я его купила спортмастер и он стоит достаточно дешево его очень удобно брать на скалы просто кинул в рюкзак много места не занимает но всегда сможете им пользоваться что со всем этим делать и куда извиняюсь пихать сейчас вам покажу первое упражнение раскатка спины на роли с этого я начинаю каждую свою тренировку положимся на ролл и раскатываем спину выполняем 10 12 движений следующее упражнение мобилизация спины лежа на роли выбираем три точки в грудном отделе и выполняем разгибание сгибание спины в каждой точке делаем 8 10 движений переезжаем в следующую точку и также выполняем 8 10 движений стараемся вот в этой позиции максимально раскрывать грудной отдел позвоночника и локтями стремится к полу хорошо совмещать это движение с дыханием на вдохе мы раскрываемся и на выдохе сгибаемся и переезжаем в следующую точку также 8 10 движений стараемся с каждым движением увеличивать амплитуду следующее упражнение раскатка спины на больших двойных шарах была история когда я ходила в поход на эргаке с тяжелым рюкзаком и после длинного пути я чувствовала что у меня при очень сильно болит спина и я привязывала к рюкзаку сбоку вот эти шары и по таймеру засекала каждый час делала остановку перевала просто на земле рассылала коврик раскатывала спину этими шарами и после этого чувствовала прям легкость и то что дальше идти мне очень комфортно поэтому если у вас есть возможность вообще пользуйтесь этими штуками везде где можно берем шары позвоночник у нас должен быть посередине и кладем поясницу и раскатываем по всей спине если вы чувствуете напряжение допустим в каком-то отдельном сегменте в пояснице например можно подольше задержаться на этом сегменте я помню эти шары вообще меня спасли когда я сломала позвоночник у меня вообще вот эта часть тела после полугода хождения в корсете вообще никак не двигалась то есть я не могла наклониться вот так и вот эти вот шары и упражнения на мобильность все это вместе за несколько месяцев помогло мне вернуть привычную подвижность и даже улучшить ее и ставить звуках мне шею щелкает следующее упражнение релиз грудного отдела позвоночника двойными шарами лайфхак если у вас нету таких двойных шаров но есть два маленьких можно взять носок засунуть туда два маленьких жестких шарика завязать и у вас будут двойные шары наша задача расположить двойные шары в трех точках грудного отдела позвоночника верхней средней и нижней части грудного отдела позвоночника берем двойные шары располагаем их верхней точке далее берем резинку или палку без разницы и выполняем вот такие движения выполняем в медленном темпе делаем 15 движений оставляем шары в этой же точке и выполняем отведение приведения рук выполняем 15 движений далее переезжаем в следующую точку и также выполняем 15 таких движений и и 15 переезжаем в следующую точку следующие упражнение и делись двойные шаги в следующие упражнения и делись двойные шаги шарами поясничного отдела позвоночника мы также выбираем три точки уже в поясничном отделе это верхние средние и нижние точка поясничного отдела спины уже где переходит в месте располагаем двойные шары верхней точки поясничного отдела позвоночника ложимся и выполняем сгибание разгибания коленей выполняем плавном темпе по 15 движений каждой ногой далее переезжаем в следующую точку и также выполняем по 15 движений каждой ногой эти два упражнения я бы рекомендовала выполнять после каждой тренировки они очень хорошо улучшают эластичность ткани и подвижность в спине перейдем к релизу грудных мышц у скалазов есть проблема слишком сокращенные грудные мышцы мы постоянно лезем тянем и они находятся в напряжении плечо заворачивается формируется неправильная осанка и долгое движение когда плечо находится в такой позиции может привести к травме также эта проблема может встречаться у людей которые много работают за компьютеров да да ты поэтому чтобы нам быть вот такими ровными красавчиками будем выполнять упражнения на грудные мышцы перелиз грудных мышц берем ролл берем руку ролл под 90 градусов кладем на него руку и начинаем раскатывать грудную мышцу выполняем таких 8-10 движений далее оставляем ролл в этой же точке и выполняем отведение и переведение плеча выполняем таких 8-10 движений после выполнения этого упражнения я чувствую как у меня грудная мышца прям хорошо разогрелась и налилась кровь следующее упражнение раскатываем бицепс выполняем 8-10 движений на самом деле вот на раскатках на ролле я вообще могу оценить свое состояние и состояние мышц от этого очень сильно может измениться вообще тактика построения тренировки на этот день потому что иногда бывает и начинаю раскатывается думаю господи как все плохо вообще значит сегодня нужно делать нагрузку прям по минимуму либо наоборот там катаешься такой вот все зашибись напряжения нет ну значит пашем далее раскатываем трицепс также выполняем 8-10 движений следующее упражнение релиз широчайших мышц и ротаторов плеча мы кладем ролл вот сюда вот в эту точку сложимся на ролл и выполняем вот такие вот движения и двигаемся вперед-назад далее переходим на широчайшие зубчатые мышцы переносим ролл чуть ниже и начинаем вот такие движения вперед-назад выполняем таких 8-10 движений постепенно перемещаясь ниже далее переходим на предплечье можно взять ролл поменьше пойдет и большой ролл но маленький лучше проработает ваши мышцы кладем ролл на предплечье и начинаем их раскатывать делаем таких 10-12 движений сначала раскатываем сгибатели это внутренняя поверхность когда лазую трудность я тоже постоянно раскатываю предплечье между подходами у меня руки восстанавливаются гораздо быстрее если я это делаю далее переходим на разгибатели мне удобнее это делать на спине кладем ролл следующим образом и выполняем 10-12 движений вот в этой точке может быть достаточно болезненно поэтому можно ей уделить чуть больше внимания ооо я чувствую что хорошо потренировалась вчера далее маленьким роликом можно прокатать кисть уходить на пальцы это можно делать как с одной стороны кисти так и с другой следующее упражнение раскатываем кисти пальцы жестким шариком кладем руку на шарик надавливаем второй и начинаем раскатывать кисть очень классный вид самомассажа после этого прям пальцы жмут как танк о классно вообще пальцы гораздо свободнее двигаются после того как сделали все упражнение на одну руку не забывайте сделать их на вторую с тем же количеством повторений часто возникают вопросы когда все это делать до или после тренировки отвечу на него так я раскатываюсь и до и после тренировки до тренировки я делаю в таком более быстром темпе с целью разогреть мышцы и нагнать туда крови слишком долго раскатываться до тренировки не рекомендуется чтобы просто не снизить тонус мышц после тренировки я раскатываюсь уже хорошо основательно и это помогает на следующий день мне чувствовать себя гораздо лучше бывает так что на второй тренировочный день уже есть напряжение после предыдущего дня мышцы такие более скованы в этом случае я разминаюсь и раскатываюсь до тренировки уже чуть чуть дольше очень хорошо выполнять релиз выходной день совмещая его с коротким кардио упражнениями на мобильность растяжку если вы так отдыхаете от тренировок это будет лучше чем просто лежать на диване но я не против дивана следующее упражнение релиз верхней порции трапециевидной мышцы жестким шариком мы и делим мышцу на три части находим угол или кусок скалы или стеночку вот таким образом задавливаем шарик и начинаем сгибание разгибание головы выполняем в одной точке 8 10 движений и можно продвинуть чуть чуть дальше это упражнение вообще жизненно необходимо каждому человеку человеку работающему за компьютером и скалолазу потому что у нас верхнюю порцию трапеций постоянно работает также эти мышцы не очень сильно реагирует на стресс этим упражнением мы ее ослабляем следующее упражнение и релиз грудной мышцы жестким шариком мы тоже находим стеночку или угол задавливаем своим весом шарик и выполняем отведение приведения плеча следующее движение оставляем шарик в той же точке и выполняем сгибание-разгибание плеча следующее упражнение релиз зубчатых мышц мы выбираем три точки вот здесь встаем к стеночке задавливаем своим весом мячик и выполняем отведение приведение плеча переносим мячик ниже выполняем 15 движений в каждой точке далее раскатываем шариком плечу после этого переходим на область между лопатками где находятся трапециевидные ромбовидные мышцы и раскатываем жестким шариком эту область когда мы катаем область между лопатками очень важно не заходить шариком на позвоночник то есть мы работаем вот только по мышце если вы в какой-то точке чувствуете прям сильную боль или напряжение можно в ней задержаться подышать сделать несколько глубоких выдохов выдохов и после этого почувствовать как пасты вот так вот расслабляется бывали такие ситуации когда у меня просто очень сильно болели плечи я буквально не могла поднять руки и я уже думала всего опять надо идти в больницу делать мрт ля-ля-ля но потом думаю так муж мне просто раскататься и реально я вот раскатывала лопатки плечи все вот это дело прям долго основательно и после этого такая не болит можно идти лазить сейчас посмотрим на положение плечей я раскатала правую сторону и можно увидеть что правое плечо находится заметно ниже чем левое это так работает вот это реально так работает посмотрим на угол отгибания плеча мы видим что правая рука уходит подальше вот это просто наглядный эффект релиза буквально пять минут и можно после этого еще сравнить объем движения просто вот подвигать руками и сравнить ощущения у меня правая рука сейчас двигается полет была одна история что после того как я прорелизила вот эти вот места я подошла и подтянулась на одной руке это было таким шоком и дало мне понимание что иногда какие-то движения мы не можем сделать не потому что мы слабые а просто потому что у нас мышцы находятся в таком сильном напряжении что и у них просто нету возможности свободно двигаться после того как мы проработали одну сторону не забываем выполнить все упражнения на другую сторону с тем же количеством повторений после того как я сделала все упражнения на вторую руку мы видим что плечи находятся примерно на одинаковом уровне сейчас сравним угол разгибания плечей сейчас левая рука уходит чуть чуть дальше ну это нормально потому что у меня в правой руке еще осталась старая травма на этом рассказ про миофасциальный релиз верхней конечности и спины я закончил если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментарии под видео в следующих выпусках мы рассмотрим профилактические упражнения на плечи и верхней конечности подписывайтесь на канал федерации и скалолазами россии до встречи в следующем выпуске пока пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok